Всем привет! Это дневники Чёрного Копателя. Я расскажу вам сейчас о первой ротации. Но, к сожалению, это не будет рассказ о первом бое, потому что первый бой это был штурм, а все там прошло скомкано, в темноте, ничего не было понятно. Ничего я особенно там не увидел. Только под утро, когда мы уже выходили, видел яркое солнце, кровь на раненых, и, в общем-то, испытывал ощущение тяжелого дыхания, и по полному упадку сил просто полз. Ну, короче говоря, речь не об этом, не о штурме, а о первой своей ротации. Я ее очень долго ждал, как мне казалось. До этого ходил в наряды, ходил, в общем, стоял целые сутки. Ну, наконец, вот настало время. Меня включили в группу. Там был наш старшина, замечательный парень, из Волгограда, молодой, вот, который ко всем подходил, все уточнял, есть ли у всех все, все ли нормально, еда, там, батарейки, рации, этот самый, вот такой замечательный, он мне подарил, он сам мне подарил пауэрбанк, для того, чтобы рации, ну, можно было быстренько там на месте перезарядить, и, в общем, не было проблем со связью. Назначил там мне место в блиндаже с одним товарищем. И все. И вот мы ждали этой ротации. Наконец, как нам объявили, мы набрали еды, воды, полные рюкзаки, полностью все. Сказали, все, значит, в два часа, или нет, не в два часа, в четыре часа, в четыре, все встречаемся у КАМАЗов, у КАМАЗа, и всем быть, не опаздывать, в коем случае, потому что надо затемно еще быть там. Вот, это был еще, фу-фу-фу-фу-фу, это был еще, по-моему, март, что ли? Март это еще был, ну, 20-е число марта. И вот я помню ночь, думаю, надо отдохнуть, лег, включил себе, завел себе будильник, лег, только успел заснуть, тут же будильник, бам-бам-бам-бам-бам, в 3.30. Думаю, блин, надо скорее вставать, включать. А свет невозможно включить, потому что там все от генератора. Генератор выключен, поэтому с фонариком ходишь там, собираешь вещи. Да. Ну, в общем, как-то все собрал, ничего не забыл. Вот я помню у себя этот рюкзак, набитый едой, водой, какими-то вещами еще, спальник, там еще пенка, вот этот рюкзачок, и еще на нем сверху вокруг все набито. И вот я надеваю бронежилет, надеваю, блин, каску, автомат, понимая, что я уже едва-едва, мне тяжело в нем ходить. Еще надо рюкзак надеть. Надеваю рюкзак в темноте, застегиваю лямки, завязываю, и выхожу из дверей, качаясь, прощаясь там со своим соседом, выхожу в темноте, и вот эти вот 50 метров дойти до КамАЗа, где все собираются возле КамАЗа, это уже было тяжело настолько, что я вспотел, устал, ну, в смысле, устали не ноги, устала дыхалка, дыхалка, да, устала. Вспотел, устал, и думаю, и спина еще, спина, что характерно, спина уже вся, вся уже ломила от этой тяжести. Как я потом посчитал, это примерно 40 килограмм лишнего веса было на мне. Ну, каска, этот самый автомат, патроны все, значит, магазины с магазинами, рюкзак, все-все-все, бронежилет, все вот это вот весело, где-то 40 лет. Вот, думаю, ну ладно. В общем, загрузились мы все в темноте в этот КАМАЗ, КАМАЗ тентованный, то есть была еще не капсула, тентованный КАМАЗ, 20 человек или 23 залезли, все быстренько присчитались, значит, нас закрыли, закрыли брезент, и поехал КАМАЗ, и мы начали трястись вот по этой дороге в темноте. Ну, естественно, люди там, курящие закурили, твою мать, дышать было невозможно, вонище, вот это вот табачное, дерьмище, там что-то выдувает, продувает, холодрыга еще где-то, то есть и дышать нечем у холодрыга. В общем, ехали где-то минут 30, наверное, до нуля, да, это место, где нас выгружают, все, приехали, открыли дверь, этот борт, точнее, опустили, все быстренько выскочили, КАМАЗ потихонечку чик-чик-чик-чик-чик-чик, все, уехал, и, ну, сказали так, теперь вот по двойкам, по тройкам, расстояние 10-15 метров, пошли-пошли на позиции. Я помню, это темнотища такая, темнотища, ничего не видно, думаю, вот опять я на этом месте, как и в штурм, ну, хотя бы тут что-то увижу, хотя бы познакомлюсь с позициями, что-то мы увидим. Туман, туман над полями, и еще это была весна, такая, ранее, да, ну, да не ранее, это март, все серое, все серое, коричневое, такое непонятно, какое черное, серое, и вот мы идем по этой троп-тропке через поле, ни влево, ни вправо, нельзя отходить, потому что все грязюка, все это жидкое, ноги втапливаются, буквально, ты везешь 120 килограмм, ноги втапливаются в эту грязь, ты вытаскиваешь с чуяканем свои сапоги, идешь, идешь, они еще скользят, разъезжаются, и вот так вот идешь, еще тяжело, дышишь еле-еле, вот так вот, ну, это именно я, другим-то было легче, потому что у них не было проблем с легкими, вот, ну, тоже было тяжело, но они не задыхались, так как я, вот, задыхался, и вот мы идем, ну, я, естественно, последний, как всегда, самый последний, вот, меня подгоняют, давай, давай, быстрее, 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 думаю, что быстрее, а что быстрее, зачем вот нам всем кучковаться, ну, допустим, я отстал, так кому я хуже делаю, вот, такие мысли у меня были, но в итоге, те, кто идут на самую переднюю позицию, они быстренько проскочили, те, кто, значит, следующие тоже проскочили, мы проскочили, с напарником, и уже за нами шли еще люди, позиции заняли, то есть я оказался где-то примерно в середине, в середине наших позиций, но, вот эта лесополоса, мы были, ну, ближе всех, практически ближе всех к противнику, чем наши, те, которые сзади остались, там еще километр остался сзади позиций, а мы были метров 400, наверное, 450, вот, к позициям противника, и все, и начал потихоньку светать, нам сказали, все, давайте там это, пока отдыхайте, отдыхайте, все, вам будет задача, поставлена днем, за эти 5 дней, надо будет откопать, точнее, раскопать блиндаж, который был полузасыпан, полузасыпан, раньше это был блиндаж, сейчас это просто яма, с остатками каких-то бревен торчащих, веточек, контуры только остались, и надо все расчистить, и подготовить место для будущего блиндажа, вот я, короче, закинулся в эту норку, в нашу, которую нам определили с напарником, мы там закинули, грязище внизу, значит, глина, остатки консервной, консервной банки, вот эти все пакетики, все, что, ну, по ротации, значит, нам, наши товарищи не выкинули, они все там оставили, семечки, вот эти дрянь всякая, все, пришлось все это все выкидывать, какие-то пакеты грязные, все выбрасывать, наводить порядок, но все равно там была грязюка, ну, бросили свои пенки, бросили свои спальники, легли, чтобы хоть отдохнуть, да и немножко поспать, не удавалось выспаться, я помню, что я лег, заснул, мне показалось, долго-долго спал, потом меня как-то разбудили, выходит, информация важная, я помню, я выскочил, встал, выскочил, вот, и отодвинул за наездку, а там яркое солнце, часов 8 уже было, ну, не то, что яркое солнце, но уже ярко было, светло, а мы же там в полной темноте лежали в этой норе, тут яркое солнце, такое, и мне говорит, значит, кто-то из наших, из отряда говорит, Выключите рации Выключите рации ваши Потому что сейчас через 10 минут Включится РЭП Радиоэлектронная борьба И все рации которые не будут включены Они просто все сгорят Вся радиотехника вся сгорит Которая не будет выключена Интересно Мы все повыключали Минут на 20 или на час Потом включили через час Все нормально, все работает Все на связи Уже было так светло И вот я помню когда вылезаешь После долгого сидения в темноте В полнейшей фактически Из этой норы на белый свет По ступеньку поднимаешься И я вижу эти позиции Они мне запечатлелись Вот в мозгу Как картинка такая Убитые мертвые деревья Без веток Прострелены осколками Со срезанной корой где-то Со следами Прошитыми на осколками Ветки везде валяются Где-то там слева, справа Прямо на тропиночке Мусор везде Бутылки пластиковые Грязные Концерные банки грязные Вот эти все Ну не туалетная бумага А эти все Салфетки влажные То есть брошенные Набросанные везде Какие-то гильзы Там патроны Ну это были Это были украинские позиции Все время их Заняли Вагнера Потом передали Ахмату И вот мы на них сидели И вот такое все Где-то каска валялась Где-то еще что такое Пробитая, простреленная Я потом ее затрофеял Все-таки забрал с собой Ну такие вещи В общем Лопатки Все такое Все это серое Но при этом Все это очень яркое То есть если лежала Там где-то у нас Спрятанная лимонка Граната Ф1 Там между веток Она почему-то была Очень яркой Хотя это просто зеленый Цвета хаки краска Это все так запомнилось Думаю Ну вот ничего себе Ну и потом потихонечку Начали нас обстреливать Дежурным способом Наши оппоненты Пуляли-пуляли В принципе мы к этому Уже потихонечку Начали привыкать Но Одно дело Когда ты сидишь в окопе Именно в открытом окопе На тобой нет укрытия Ты примерно понимаешь Где слева, справа, далеко Близко А когда ты сидишь в норе Вот как суслик И тебе еще Значит занавеска Плотная Или даже две занавески Чтобы осколки от вогу Не пробили Не зацепили То там Ты в темноте сидишь И вот каждый взрыв Ты думаешь Вот он здесь Вот он сейчас будет час Потом две минуты Думаешь Ждем две минуты И вот сейчас он Где-то там Выходит И ты думаешь Раз, два, три, четыре, пять И он где-то Бах Там вроде бы Сотрясается земля Сотрясается блиндаж Ты весь там сотрясаешься И думаешь Так Попадут все-таки в нас Или в кого-то попадут Чем это все закончится И вот это вот То, что ты не можешь видеть Что и где взрывается Это конечно Давит на психику Поэтому я потом Предпочитал сидеть в открытом В блиндаже То есть в окопе Не в блиндаже сидеть А в окопе Чтобы хотя бы понимать Откуда, где, чего пуляют Вот А так вот конечно Когда сидишь в норе Это конечно на мозги давит Но Но На всех конечно по-разному Вот мой напарник Он например очень сильно Это все переживал Эти обстрелы Ему казалось Что наше Убежище Совершенно ненадежное Что в принципе Так оно и было По правде А мне казалось Что все это дело случая Что Ну если оно Рядышком метрах в пяти Долбанет Если не очень большой калибр То ничего не будет А если оно Как лотерея Понимаете Если прям в нас попадет То уже И маленькая ненка И средняя И уж тем более большая Нас просто укакушит И оставит от нашего блиндажа Вместе с нами Одни только Ошметки Вот Поэтому я впоследствии Конечно Старался держаться В открытом блиндаже Потому что там хоть видно Откуда, где, куда стреляют И ты можешь как-то двигаться В это То есть не в блиндаже Я оговорился В окопе В траншеи сидеть Потому что если ты сидишь в блиндаже Ты не слышишь Не понимаешь откуда Это Тебе там На психику давит сильнее Вот Вот Поэтому Старался не сидеть В этой норе А быть с соседями В траншее Вот Но Как потом Вот Уже ближе к полудню У меня вызовы Сказали Вот бери лопату И давай Сейчас будешь копать И это был Мой можно сказать Первый опыт Черного копальства Военных археологий Непосредственно на местах боев Где эти бои Еще не закончились Они еще и продолжаются И еще до сих пор Вот сейчас Сейчас они там идут И я конечно Был рад тому Что вот Когда начал копать Лопаткой И сразу же полетели Трешечные патроны Ну то есть Это 762 на 54R Патроны Гильзы Вот эта вся Гильза Значит Пятерка Тоже все полетело И потом еще И магазины полетели И потом даже еще Гранаты какие-то Полетели Из земли То есть Мы начали раскапывать Полузасыпанный Блиндаж Какие-то вещи Тряпки Все такое А потом Показалось Ничего такое Типа сало Шматок сало Мне показалось Ну чем-то Как-то он вонял Очень протухрым А у меня Поскольку было Все забито Нос весь был забит Я Ну не особо чувствовал Это все Я спокойно копал А ребята Которые были рядом Она говорит Фу Говорит Вонища какая И подошел еще Наш старшина Ну старший По группе Говорит Да Да-да-да Говорит Да давайте-давайте Это все надо вытащить Я говорю Ну это что Протухшая Хотя помойка какая-то Они говорят Это не протухшая Это не еда протухшая Сказали они мне Вот И потом они мне Рассказали историю Этого блиндажа Ну заранее не рассказывали Но потом уже рассказали Историю этого блиндажа Всю эту драматическую Значит Сагу Про этот блиндаж Но нам пришлось Его полностью Весь раскопать До дна До чистого До чистой земли А там Все очень было просто Был блиндаж В который Там сидело Три человека Один еще четвертый Сидел рядышком Вот И в этот блиндаж Попала мина Украинская Хохляцкая Она попала туда И всех там убила Всех разорвала На гуски Ну а тот Который сидел На выходе Его Отшвырнуло В другой блиндаж Он остался жив Может немножко Контузило Таким образом Минус три Было Человека Их собрали По кусочкам Было известно Кто это Что это Ну Кто конкретно Уже было непонятно Покидали в пакеты И увезли И они как бы Ну двухсотый Все такое Все нормально Их там Наверное Опознали Увезли Но не все Видимо увезли Какие-то части Этих тел остались И вот они Видимо думают И люди которые там сидели Думают Ну не будем мы сидеть В этом блиндаже Не будем мы его восстанавливать И они короче Его засыпали Вместе с автоматом С разбитым Который там был С этими двухсотами Вместе с штыкнажом С ножнами С одеждой С спальниками С пенками С какой-то хохлядской одеждой Там тоже попалось Какой-то кителек Небольшого размера Пиксельный Поросячий камуфляж Там какое-то имущество Такое вот Было Ну тоже Ахматовское тоже были Была печка Какие-то ложки Вилки-ложки Вот эти все Которые уставные были Вот такое все было Куски мусора Пакета Ну обычная бытовуха была И это все пришлось вынуть За один или за полтора дня Я уж не помню По-моему за полтора дня Мы там По очереди копали Это все С трупной ванищей Мы это все вытащили Все выкинули Ну вот Ну потом пошел дождь И он как бы замыл Это все место Наш командир сказал Вот отлично Все Задача выполнена А теперь мы по ротации Передадим этот блиндаж Тут немножко все почистит Помоет Дождик Вонять уже не будет А дальше уже Трава не расти Мы свое дело сделали Вот такой вот был первый опыт Копания военной археологии У меня И первый опыт ротации Что касается непосредственно боя То Бои стрельбы Ну я противника там не видел В первую ротацию вообще То есть я пытался заметить Где они там Мне показывают Да вон там вроде они ходят Ну бинокли на тот момент Никто не дал А за 400 метров Ты хрен что там разглядишь Тем более Кто там прячется в кустах В посадках И эта посадка еще уходит вниз туда То есть за линию горизонта Ты ничего не видишь Летали птички Вот по птичкам я Стрелял По птичкам и то Испытал очень много критики Потому что Были такие Как бы старослужащие Которые говорили Эй не вздумай По птичкам стрелять Ты тут же свою позицию Ты ее тут раскроешь И не вздумай Я думаю какой бред Они и так все прекрасно знают Где мы находимся Они просто летают над нами Посмотреть где Ну как высунулся Ты как суслик из норги Или спрятался там Если высунулся То можно тебя накрыть Или если вы там Вторым четвером Там скучковались Вот как бы для чего Они летали Чтобы корректировать Полет мин Да Вражеский В принципе по ним Надо было стрелять Надо было их сбивать И это говорил еще командир Но вот эти вот Маленькие боссы на месте Да Уже они как бы Критиковали новичков Таких как я Не стреляй Не стреляй Запрещали стрелять Ну видимо для того чтобы Как бы по ним Не стреляли тоже особо Если мы вдруг собьем птичку Это типа же это Могут отомстить За птичку Миллион стоит Вот такие там были нравы Среди этих людей Вот и один против них Их много Они на тебя шикают Критикуют Вот и Как бы ну приходится Повиноваться что ли Хотя я с удовольствием Стрелял Ну не попадал Да И никто практически не попадал Только За все время Там три или четыре птички Вот я слышал Что сбили Сбили прям вот Целенаправленными усилиями Несколько человек Долбили очередями И тогда им удавалось Сбивать этих птиц Вот И в принципе правильно Правильно Вот Это на меня Такое влияние Возымело Что я в следующую ротацию Вообще не стрелял Ни в птиц Ни в кого Ни в чего И думаю Ну что стрелять Сейчас еще закритикуют А поскольку я противника Не вижу Мне тоже не приходилось В него стрелять Я просто сидел на глазах И днем смотрел Там потом Мне уже дали бинокль И ночью Когда мне давали тепловизор Я смотрел в тепловизор Там по часу мы стояли И наблюдали за позициями Чтобы не дать возможности Проползти ДРГ И уничтожить Нашу самую передовую Самую опасную позицию Которая там была Ну и вообще Чтобы не пролезли Они по всему фронту Приходилось смотреть Был очень холодно ночью Вот Иногда принимался дождь Ветер там постоянно дует И конечно Это не способствует Ни здоровью Ни хорошему настроению Ни общем Позитивному мышлению Тяжелейшая работа Тяжелейшие испытания Но Все мы там наравне Эту всю службу унесли Воевали все Насколько это можно Все одинаково Насколько Выпала судьба Вот нести такую службу Вот такую войну И сколько там Три ротации были Очень похожи Одну на другую Вот Это все было очень похоже Да нет Две ротации Были вот на этом месте Я провел их В этой точке Они были похожи Одну на другую А потом Еще у меня было Еще три ротации И вот эти три ротации Были Самыми запоминающимися Самыми потрясающими Приключениями Вот Во время всей Этой моей Военной авантюры Да У меня всего было Скажу Пять ротаций Хотя должно было быть Ну там их Девять Восемь Или ну как минимум Семь Ну так получилось Что у меня их было Всего пять То есть это Пять на пять Двадцать пять Боевых дней Пять боевых выходов По пять дней Тоже немало И в каждую минуту Каждой ротации Могли и убить И ранить Вот Особенно в последние Вот эти три ротации Ну я о них попозже расскажу Когда я В общем Находясь на резерве Выполнял задания И носил БК На самую-самую Боевую позицию И везде Мне приходилось ходить Перемещаться По всей нашей позиции И оказывается Что я противника не видел А противник Очень хорошо видел меня Ну об этом расскажу В следующий раз А на этом у меня все Пока